Я буду очень искренне надеяться, что до конца этого видео я буду находиться в фокусе, потому что это уже второй раз, когда я снимаю Old Money Makeup, и мне приходится его переснимать, потому что все прошлое видео я была вне фокуса. Ну, как говорится, все, что не делается, все к лучшему, поэтому с вас подписка на канал, сердечко на это видео, палец вверх. Спасибо вам большое, что смотрите, и давайте начинать краситься. Также досмотрите это видео до конца, потому что у меня будет для вас небольшой, ну, это на самом деле вообще даже большой сюрприз. Сегодня мы делаем один из самых сейчас популярных макияжей, сейчас идет тренд, макияж Old Money. Сконцентрируемся на том, как сделать Old Money Makeup, если у тебя нет мани, и ты просто old. На самом деле не нужно покупать Шанели, у меня тут, извините, только единственное Шанели лежит, и, в общем-то, мега-дорогой косметики сегодня у нас не будет видео, поэтому это максимально все доступно. Я думаю, если вы давно подписаны на мой канал, вы это знаете, что у меня максимально всегда affordable prices, потому что я люблю affordable makeup, который хорошо работает. У меня уже нанесен уход на лицо, поэтому давайте начинаем краситься. Что хочу сказать? Сегодняшний кеш — это адаптация. То есть я покажу вам то, как я вижу Old Money Makeup. Есть определенные точки, от которых я буду отталкиваться, но сегодняшнее видео — это моя адаптация. Окей? Окей? Готя. Я беру корректор от Organic Kitchen. Очень, кстати, давно его не брала. И сейчас я его разогреваю на пальчиках, и мы будем просто маскировать синячки. Все, что хотим убрать. Все, что нам не нужно. Очень хороший продукт бюджетный. Знаете, я... Так как сейчас началась пора школы, я, видите, немножечко такая тоже в галстуке сижу. Поэтому я, когда начинала краситься в школу, первое, что мне было срочно нужно, это, естественно, консилер. Потому что в школу я не высыпалась. Мне нужно было что-то, что освежит мой взгляд. Поэтому, да, у меня первым делом появился корректор, консилер. Ну, естественно, прощи. Естественно. Все нужно было маскировать. Взгляд сразу преобразился. Сразу свеженько, и, в общем-то, можно дальше не краситься. У нас сейчас в Москве очень солнечно, поэтому я возьму тональный крем, который я любила всю весну и все лето. Это The Neutral от Seventy. Мне очень нравится его тонкое такое невесомое покрытие. Как раз в эстетике макияжа Old Money заложена вот эта вот нюдовость, идеальная такая кожа. Поэтому нужен именно такой тональный крем, который сделает невесомое покрытие, но в то же время уберет какие-то недостатки. Поэтому я нанесу, и я его буду сегодня наносить вот этим вот бочоночком, как его называл Денис Карташов, визажист, у которого я училась на визажиста. Он называл кисточки от Заива бочонками, и они ему почему-то не нравились. Хотя я обожаю кисточки Заива. Мне кажется, это тот самый бренд, который очень доступный по цене и делает очень качественные кисти. Они у меня очень давно. Но сколько бы я их не мыла, как бы я их не мыла, как бы я их, возможно, неправильно не сушила, они всегда просто в идеальном состоянии. У меня было две коллекции. Одна с синтетическим ворсом, вторая с натуральным. И, в общем, я беру... Это вообще кисточка для Shape Face, она называется. Но мне что-то очень нравится в последнее время ей наносить тон. Она такая удобная. И её потом можно использовать, знаете, как такой, как ластик. Вот. И с ней покрытие получается мега тонкое и очень естественное. И такое покрытие держится весь день. Поэтому с ней можно создать вот этот эффект такого какого-то отшлифованного лица. Да, возможно, это чуть дольше, чем какой-то крупной кистью, но бывает вот такой мелкой кисточкой как-то намного лучше всё растушевывается, чем какой-то крупный. Так, ну что, тон лица готов. Теперь я хочу уложить брови. Я для этого возьму гель для бровей от Influence Beauty. Я тут про него вспомнила и попробовала снова. И так он хорошо надолго зафиксировал мои брови, что я сейчас им постоянно пользуюсь на повседневной основе. Я здесь не хочу сильно затемнять брови, хотя я видела варианты макияжа Old Money, когда девочки прям делали какое-то ламинирование бровей. Но мне всё же кажется, что в таких макияжах надо опять же придерживаться естественности. Просто красиво уложим брови. И попозже, возможно, я добавлю маркером для бровей что-нибудь. Немножечко кусочки, может, подбересую, если мне захочется. Теперь придадим лицу контур. И мне кажется, как раз матовый контур это как раз такая визитная карточка Old Money Makeup. Я буду использовать скульптор от Influence Beauty. И такой пушистой кисточкой. Это, кстати, кисточка от H&M. Как говорится, то, что нам теперь... Роскошь, которая нам теперь реже доступна. И я такими круговыми движениями делаю скульптуру. А скульптурирую. Мне, кстати, очень нравится этот скульптор. Это прекрасный, знаете, аналог нашего старого любимого скульптора от Ник Сталб. Потому что оттенок идентичный, текстура идентичная. Мне кажется, когда Influence Beauty создавали эту текстуру, они, возможно, и подглядывали на другие бренды. Что, в общем-то, почему бы и нет. Далее я возьму кисточку поменьше, беру тот же скульптор и наношу его на все подвижное веко. Во внутренний уголочек глаза. Лайфхак, которым редко кто пользуется, использовать скульптор как матовые тени. Это всегда очень красиво, это всегда очень естественно, потому что вы вытеняете таким очень естественным оттенком глаза. И мне кажется, сейчас должно быть вам видно, что у меня взгляд стал более таким голубым. И на самом деле так сработает абсолютно с любым оттенком глаз. Далее давайте нанесем румяна. И я возьму вот такие шикарные матовые румяна от Rouge Bunny Rouge. Это у меня 41 оттенок. Кстати, на Rouge Bunny Rouge часто сейчас разные скидки на абсолютно разных сайтах можно найти. И мне очень нравится этот бренд, и он, правда, качественный, доступный. То есть это такое, знаете, что-то уже к люксу ближе, но по очень доступным ценам. Поэтому обратите на них внимание. Это такой очень классный персиковый оттенок. Вообще в Old Money редко используют что-то такое персиковое, потому что больше уходят все в нюдовые такие, бежевые тона. Но, как говорится, это канал Василиса Миллениум. Ну, здравствуйте, мы здесь делаем классные всегда румяна, про которые пишут кирпичные щеки. Поэтому, да, это я. Спасибо всем хейтерам за комментарии. Точнее, хейтер всего один пока что. Я, как вы видите, немножечко в складочку века добавляю румянец. Просто потому, что это будет очень органично выглядеть. Можно немножечко еще на носик нанести. В Old Money нету каких-то ярких, сильно хейлайтеров. То есть, это не американский тип макияжа. Но это все про внутреннее свечение. То есть, вы можете использовать какую-то подсвечивающую базу. Но я вот хочу этот эффект внутреннего свечения кожи добавить через пигмент. Это бренд El Amasco. Я покупала этот пигмент сто лет назад в Литуале. Я думаю, что этот бренд еще там представлен. Если не представлен, то я опять плохой битеблогер. Кисточка для хайлайтера. Почему я сегодня использую такой пигмент именно? Потому что пигмент, он ложится на кожу, как вторая кожа. И вот он будет создавать вот это внутреннее сияние на коже. Очень деликатное, особенно если вот выйти на солнышко, будет прям очень такое красивое, дорогое сияние. И я вот уже делала этот макияж, как я уже сказала. То есть, я сейчас не первый раз все эти продукты наношу в такой последовательности и в этом миксе не первый раз их использую, потому что вот я сняла макияж и он без фокуса был. Также я возьму пальчиком этот пигмент и нанесу на центр века. Будет такой красивый, красивый блик дорогой женщины. И можно подтушевать, чтобы не было четких границ, просто чтобы у нас вот на центре века было красивое си-я-ни-е. С глазами мы не закончили. Теперь я хочу взять палеточку. Она у меня, кстати, тоже очень давно. Очень классная базовая палетка. Знаете, вот как раз на осенний период будет красиво. Это катрис пятерочек теней в пыльно-розовых тонах, но здесь есть очень классный коричневый матовый оттенок, мы его будем сегодня использовать. Я хочу сделать матовую стрелочку. Матовая стрелка, она всегда также выглядит очень дорого. Это как раз тот эффект, который часто делают визажисты вам, когда вы приходите на макияж. И матовая стрелка всегда добавляет объема ресничкам и выглядит всегда дорого. Поэтому я и люблю этот эффект использовать. Я что делаю? Я набираю сейчас скошенной кисточкой тени на руку. Здесь у меня был тональный крем. Значит, здесь есть текстура. Она поможет мне убрать вот эти все плюшки, которые летят от этих теней темные и набрать хорошее количество продуктов, которые я сейчас буду наносить. Я просто стрелочку вот так вот выведу чуть-чуть и далее я просто приближаю ее к линии роста ресниц и немножечко подтушевываю, но опять же все делаю очень-очень поступательно. Если нужно добавить, я добавлю. Если не нужно, то не нужно. И от эжегеска я делаю растушевку до центра века. и сразу ресницы стали гуще. И это стало очень заметно. Такой кошачий взгляд. Обычно все и хотят такого добиться результата. Если вдруг у вас опали коричневые тени, просто отправляем. Теперь накрасим ресницы тушью. Здесь нам важно не перегрузить ресницы, но я беру очень такую яркую тушь, потому что я люблю ее сейчас использовать. Она мне очень нравится. Но есть такой прикольный гаджет, прикольная кисточка. Это тоже заива. Из этой же серии кисточка из одной категории, которую я для тона использовала. Это такая верная кисточка у Шик еще есть. Такая в чем ее прикол? Вы с помощью нее можете очень красиво и воздушно накрасить ресницы. Как я делаю? Я сначала наношу тушь под корней кончиком, так как эта тушь яркая, активная, а в Old Money нам надо какой-то вот этой дороговизны достигнуть за счет естественного удлинения ресниц. Поэтому я беру этот веер и делаю следующим образом. Просто вот наверх так причесываю. Во-первых, и ресницы длиннее будут, и я убираю лишний слой туши, и у меня получается как будто бы это прям вот такие вот мои воздушные ресницы. Смотрите, как красиво получается. Супер. Мне кажется, очень красиво. Теперь второй глаз. также этим веером очень прикольно можно прокрасить нижние ресницы, но я, наверное, сегодня не буду красить нижние ресницы, потому что хочу оставить вот эту вот какую-то нюдовость, что ли. Но хочется немножечко добавить мне бронзера, уж простите меня. Да, я знаю, что я уже, возможно, им задолбала. Это Шанель. Он у меня, если что, скоро закончится, поэтому я буду искать ему замену, но это, знаете, такой трассе фейврит, поэтому его я использую. Плюс я сейчас опять немножечко такая загорелая, поэтому мне хочется добавить его, чтобы вот так все образ уравновесить. Кисточка, которой я наносила тон, на ней еще остался тон, поэтому я вот так вот прохожу с такими легкими убивающими движениями дотушевываю там, где, возможно, не дотушевала. То есть такой полезный лайфхак, знаете, это сразу вы убираете какие-то несовершенства, может быть, где-то вот стрелочку не довели или еще что-то. Теперь я возьму пудру от Rouge Bunny Rouge. Она просто такая прозрачная, фиксирующая, и я немножечко пройдусь по зоне под глазами, немножечко по Т-зоне, там, опять же, где нужно оставить сияние в зоне, да, хайлайтер я не буду трогать, но я вот просто пройдусь, чтобы было все конично и красиво. Что будем делать с губами? Сначала я хочу придать форму губам, и я возьму для этого карандаш Chic Verone, это самый универсальный, на мой взгляд, карандаш для каждой, и он безумно дорогого оттенка, я сначала им прорисую контур. Ну что, гиалуроночки немножечко вкололи, да? И здесь у меня две помады на выбор лежит, одна это Art Visage, очень она мне нравится, это 25 оттенок, она безумно такая, знаете, деликатная, здесь нам нужно сохранять такую холодную нюдовость, но если я сейчас этот нанесу продукт, то у нас будет такой более эффект амбре на губах, а я хочу какую-то матовость сохранить, поэтому возможно я все-таки сделаю выбор в пользу помады от Influence Beauty, помаду я буду наносить непростым способом, а кисточкой, это кстати кисточка тоже от Зарива, я наберу помаду, вот наберу с руки, то что я нанесла, кисточкой набираю, и такими движениями, мне очень нравится кисточкой наносить кремовые помады, кстати, кто-то у меня под последним видео написал, что вы пользуетесь матовыми помадами в основном и очень сушатся губы, вот попробуйте вот такой вот техникой наносить эти же кремовые матовые помады, или вот взять на заметку вот эти вот от Influence Beauty, они очень классные, они не дают какого-то глянцевого сияния, вы в принципе видите, как они смотрятся на губах, и очень дорого смотрятся. Хочу еще чуть-чуть добавить на яблочке румянца. Смотрите, какой классный сексуальный обольстительный дневной в то же время макияж у нас получился, то есть это идеально для повседневного мейка на работу, но опять же ты чувствуешь себя невероятно уверенно и красиво с этим макияжем. Мне кажется, что это очень такой женственный, очень деликатный образ, он не яркий, но в то же время придает очень прям такой классную уверенность, и я вам обещала показать сюрприз, я очень переживаю, если вы подписаны на мой инстеграм-канал for beauty with love или на моей социальной сети, где меня зовут Василий Сумирением, вы уже знаете про прекрасную новость, которая со мной случилась, поэтому я так пропала ненадолго с ютюба, сейчас я вам покажу это новость, просыпаюсь, но помните это Джозефина, вы скорее всего не видите ее глаз, потому что они не передаются через камеру, но они есть, если что, не их видно отсюда, Джози это той пудель, которая у меня появилась, мы с ней, да еще даже недели не прошло, как мы с ней вместе живем, я не сплю, Джози спит днем и не спит ночью, в принципе пока что у нас такое расписание, очень приятное, поэтому спасибо макияжу, что он есть, который спасает меня, вот, Джози очень такая Джози, имя Джози очень такое трогательное для меня, потому что я очень люблю фильм Джози только девушки, самую первую собаку, которую была у нас в семье звали Джаз, вот, и в общем-то я решила, что моя первая такая собака ее будут звать Джози, Джозефина, как фильмы Джози по девушке, и в общем-то, да, имя само родилось, если вам интересно, вы можете перейти в запрещенную социальную сеть, я сделала очень такой трогательный рилз, который мне нравится, посмотреть его, поставить ему лак, может быть, вот, а так выхожу к вам с кружочками в Fuck Beauty with Love вот с этой маленькой девочкой, вот, нам всего два месяца, мы еще не гуляем, мы притираемся друг к другу, у меня постоянно болит сердце за этого ребенка, когда я сейчас тоже уйду из дома, переживаю за нее ужасно, но ничего, ничего, мы, как бы, мы деловые женщины, поэтому нам придется иногда уходить из дома, ну, вот такой, вот такой милый, мимимишный, у нас рубрика ми-ми-ми случилась на канале, поэтому будет она, наверное, почаще, если захотите появляться, я с ней поговорю, но, думаю, проблем не будет. Спасибо вам большое за просмотр, у вас просто не осталось причин не поставить нам палец вверх и подписаться на этот канал, мне будет безумно приятно, нам будет безумно приятно, оставайтесь такими же прекрасными сияющими, делайте макияж old money, макияж другой женщины, я увижусь с вами и в Джойсе совсем скоро в следующих видео, возможно, сниму вам влог про наши будни, желаю вам прекрасного настроения, наслаждайтесь бабьим летом, если оно у вас есть сейчас в вашем городе, откуда вы смотрите, я желаю вам прекрасного настроения и увижусь с вами совсем скоро в следующих видео, пока-пока, у меня вот такая вот маленькая, вот такая вот малюска, вот такая маленькая, сонная, злится на меня, что я ее разбудила, а что, я ночами не сплю, а ты это, спишь днем, как так, до сих пор,